всем привет у нас опять opel zafira вот значит приехал приехала эта машина потому что плохо заводится вот свечи накала ну не знаю тоже давно не милис не менялись ну здесь не в этом скорее всего будет причина она имела просто вообще и на холодную полминуты надо сортовать вот она горячего тоже еле-еле заводится 3 сейчас машина горячая уже почти 90 но она выше не поднимается здесь у него так сейчас заглушу ее и попробуем завести ну как-то более сейчас быстрее завелась ну недавно ему меняли насос тнвд сказали что поставили все по меткам но на еле-еле он уже аккумулятор новый купил ну и нагаться на туповатая вообще плавно плавно поднимается уже как турбина уже срабатывает тоже лучше ну короче первым делом будем смотреть метки вот а потом и заодно не потом а заодно поменяем свечи ладно сейчас ее загоняют видите как плохо завелась ну такое ощущение как поздно очень позднее зажигание вот и запах с трубы такой вообще не хороший очень такой прямо ядовитый так вот я уже снял эту блестящую трубу вот эту трубу по трубах я сразу снял и корпус воздушного фильтра с расходомером все равно полезу сюда буду снимать крышечку вот это вот вот но сразу думаю пока двигатель горячий попробовать свечи откручивать значит смотрите снял эту планку здесь болтик один и вот здесь должен быть ну его как всегда конечно же уже вон там его нету вот ну ладно так смотрите теперь видите вот уже здесь крышечек нету на этой и вот на этой вот их просто ломают потому что многие не знают как снимаются колпачки эти на свечи значит смотрите вот видите вот эти вот такие ребрышки есть они с двух сторон на них ну так пальцами нажимаешь вот и они легко снимаются вот они раздвигаются вот эти штучки короче кручу уже полчаса уже мокрый весь три выкрутил три свечи выкрутил вот они кручу пока двигатель горячего они еще горячие уже немножко подостыли ну а мотор еще до него не дотронулся я его там грел блин уже конкретно но она зараза как всегда еле-еле идет так что нужно прогонять резьбу он здесь видите такие аж белые все здесь резьба надо обязательно прогонять мечиком вот это я не помню шаг резьбы здесь мечик по моему даже на 11 я уже не помню есть у меня надо обязательно прогонять так что вы дышка вам не поможет потому что ну если вы ее уже сорвали я сорвал ее да и по чуть-чуть там по миллиметрику гонял гонял ее и уже когда немножко выкрутилась она тогда я уже брызнул вы дышкой чтобы хотя бы на край резьбы чтоб уже закрутил и а гоняю гоняю и уже уже мокрый весь так что сильно тут вы дышка вам не поможет но тогда сорвали можно пшикнуть ладно крутим дальше закручиваю то откручиваю и так вот уже она пошла более-менее хорошо желательно так вот придерживаю чтобы это все происходило ровно это чувствуется надо легко или так я уже и расслабиться а так я четко ровно надо держать вот так за головку трещотки и ровненько никаких вот таких вот не излома перелома не должно быть уже если вы так сделаете она сломается сразу когда она не идет вот так то я уже чувствую что она пошла из резьбы она выкрутилась а вылазить она не хочет потому что скорее всего там раздуло носик вот теперь то можно как раз таки повливать в движкой и крутите и крутить крутить пока она немножко не отойдет потому что во первых там сажа собралась она уже вышла но она не хочет выкручивается я вот прокручиваю прокручиваю ее потом буду закручиваю и так потихоньку потихоньку и как-то должна она выйти вот она уже зашевелилась вот такая вот смотрите аж пар идет видите ты дыб пар вот сколько там гадости вот такой вот может быть резьба вся такая резьба не по резьбе что нужно прогонять обязательно так короче свечи будут вот такие фэби вот номерок вот они я уже достал все нашел я мечик значит мечик будет десятка и шаг резьбы единица вот м10 шаг 1 все сейчас прогоняем резьбу и ставим свечи но еще хочу проверить старые посмотрим в каком они состоянии сейчас прогоню ну там не переживайте что если немножко стружка туда будет там падать там немного грязь стружка я так просто беру потом не ну их не закручивают сразу а стартером крутану немножко и все и она выплевывает все дрянь вот ну еще можно сделать по-другому просто берешь мечик намазываешь каким-нибудь литовым с и все и прогоняешь и все равно часть как бы много остается на ну приклеивается можно сделать и так видите как она даже туго идет потому что никто ее в жизни не прогонял это точно и грязи понабивалась там свечи закрутиться легко и следующий раз точно выкрутиться я еще помажу их смазкой там потом покажу для свечей высокотемпературная вот видите туда крутил трещоткой назад он уже выкручивается легко руками вот так что нужно делать это обязательно потому что во первых здесь такое место туда грязь какая-то собирается где-то я же говорю никто этого не делал ну вот видите еще немного есть здесь грязи вот остается как таковой то стружки там практически нету но грязи очень много вот видите сколько ну все равно продуем ну что смотрите сейчас проверяем свечи тогда все она даже не искрит тут видно по ней понятно что она мертвая вот следующий берем видите греется но долговато рабочая ну работает не очень хорошо это ни хрена не работает я аж пальцем пошел это нормально вот сейчас возьмем новую свечу сейчас только дотронулся видите моментально раз и у него только кончик видите к лице вот и долго остывает видите как долго еще до сих пор она он красная так что вот так вот так что лучше свечи проверять именно так потому что мультиметром свеча будет звонится если у нее полный обрыв полностью она оборона то она конечно же не будет звонить ну и бывает такое что она звонится бросаешь на аккумулятор она еле еле она будет просто даже не накаливаться она будет теплая вот здесь но она не будет красным но она будет звонится если вы просто проверите тестером на машине не снимая свечи но это не совсем правильно во первых тут надо знать и сопротивление и все 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 чтобы точно проверить но я этого не знаю для меня проще и я думаю что самый лучший способ только вот так выкрутил проверил вот смотрите у меня три варианта смазки есть вот такая тысячу градусов она для лямбда зондов для датчиков вот она белого цвета вот где тут если да керамическая смазка вот либо будет вот такая вот она тоже она такая видите как прозрачная вот и третий вариант это медная вот ну если есть конечно вот то то более правильно но тут уже последний вариант это вот такая ну лучше конечно я бы мазал вот такой что будем мазать такой вот у меня в баллончик уже очень очень давно я я не знаю уже несколько лет ну до 4 точно мне хватает ну хватает много не надо он нормально его хорошо встряхнуть вот и всю свечу нормально мазать вот вот так и вот сюда можно немножко так побольше ну что здесь как конус вот сюда вот поэтому та свеча которая черная была где-то вот сюда газики просекали и получается наполнилось вот это все вот этой гаррию и она вот еле выкрутилась а нужно хорошенько чтоб она вот сюда так сказать под конус ну чтоб она закрутилась хорошо вот я вот этой смазкой видите пшикой она потом застывает и она хорошая такая ну все тогда я свечи ставлю значит по свечам все вот так что всем пока